В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Центральной библиотеке города Видное исполнилось 70 лет. Спасибо вам, друзья, за ваши сердца, за ваш труд. Новое место для активного отдыха малышей появилось в деревне Дроздова. Мы абсолютно за, поддерживаем, житель всегда прав. Депутат Московской областной думы Владимир Жук побывал в Виновской школе номер 7. У меня поручение областной думы взять на контроль эту ситуацию. Центральной библиотеке города Видное исполнилось 70 лет. Сотрудники учреждения креативно подошли к праздничной дате и устроили для гостей торжественного мероприятия увлекательный концерт. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Центральную библиотеку открыли 1 августа 1953 года. За это время она сильно изменилась. Неизменно осталось только то, что она уже 70 лет пользуется спросом у местных жителей. Для того, чтобы поздравить учреждение с юбилеем, пригласили сотрудников из филиалов округа и читателей. Мы, конечно, подготовили праздничную программу. Разные артисты придут со своими поздравлениями. Театр «Атмосфера», тоже театр-студия «Маска», инклюзивная студия «Колорит». Все подготовили музыкальные подарки. Также пришли поздравить библиотеку с днем рождения почетные гости. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова выразила слова благодарности сотрудникам за их многолетний труд. Спасибо вам, друзья, за ваши сердца, за ваш труд, за то, что вы неутомимы, за то, что вы свято верите в то, что вы делаете, за то, что вы преданы нашему слову. С теплыми словами обратилась Ирина Архангельская и Лариса Лазарева. Желаю вам всего самого-самого доброго, здоровья вам, спасибо вам за ваш труд и дай бог всем нам и дальше. И читаю только вперед, вы такие хорошие, молодцы, с праздником вас. Огромное спасибо всем коллегам, всем сотрудникам. Я от всей души вам желаю и вашему коллективу, всем филиалам процветания, творческих успехов, новых достижений. Спасибо вам за ваш труд. Интересная и увлекательная программа создала праздничную атмосферу, а Центральная библиотека будет и дальше развиваться и радовать жителей новыми творческими идеями. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, что в преддверии новогодних праздников в период до 15 декабря будет проходить тематическая горячая линия. По вопросам безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детского питания, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. Звонить можно по телефону 8 496 793 1454 с 9 до 18 часов. Новое место для активного отдыха малышей появилось в деревне Дроздова. Здесь на месте старой детской площадки установили новую. Создана она благодаря программе инициативного бюджетирования, когда местные жители принимают непосредственное участие в реализации проекта. Легкий мороз забавам не помеха, особенно когда есть где развернуться. Теперь в деревне Дроздова родители могут не переживать за своих чат, играющих на детской площадке. Была детская площадка, которая на тот момент была лет 10, которая уже была в таком состоянии, в котором невозможно было кататься. Разговаривали долго, обсуждали, что здесь можно было построить, какие горки они хотят, что хотят построить. И они, свои жители, вложили свои собственные деньги. Деньги вложил Ленинский городской округ и также Московской области. Из-за этих счет построена такая прекрасная детская площадка. О том, что здесь было раньше, можно судить по этим кадрам. В конце лета депутат Мособлдумы Владимир Жук встречался с местными жителями и обещал помочь со строительством площадки. Согласовали проект в целом, как планируемо. Надо небольшая, но популярностью пользуются. Здесь деревня нам очень нужна. Тут, естественно, очень много деток. А в летнее время особенно. На каникулы детки приезжали. Площадка появилась благодаря программе инициативного бюджетирования, когда в финансировании и общей реализации проекта принимают участие и региональное правительство, и муниципальные власти, и местные жители. Все устраивает. Ну, сейчас вот то, что говорили весной, еще поставят карусельки или качельки. А так, в принципе, все хорошо. Все устраивает. Ну, главное, это же покрытие поменяли. Раньше была тут полземля, полтрава, как бы не особо все грязь. Это зимой была. Ну, и весной, и летом. А сейчас будет получше, я думаю. Как известно, совершенству нет предела. А потому решено, что по весне на площадке действительно появятся новые элементы, какие именно, также обсудят на встрече с гражданами. Жители вышли с инициативой, что вот на данном, ну, скажем так, небольшом земельном участке необходима детская площадка. Мы абсолютно за, поддерживаем. Житель всегда прав. Вот. И реализовали данный проект. Может быть, еще какой-то элементик надо добавить вот для таких вот малышей. Ну, уже договорились по весне добавить сюда небольшую качельку. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук во время своего визита в Ленинский городской округ побывал в Видновской школе номер 7. В образовательном учреждении несколько месяцев. У шестиклассников не было учителя по математике. Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Степочкина, преподаватели не могли найти долгое время. Администрация обращалась и в ВУЗы, чтобы помочь найти студентов старших курсов, которые имеют право преподавать, на сайты, где ищут работу, поиском работы, во все инстанции, где возможно было найти подходящую кандидатуру. Во время отсутствия педагога уроки проводили разные. Учителя и дети сложно усваивали программу. Родители были вынуждены обратиться с волнующей проблемой к губернатору Московской области. Проконтролировать данный вопрос было поручено депутату Владимиру Жуку. У меня поручение областной думы взять на контроль эту ситуацию, поэтому мы встретились и с родителями, и с администрацией, и вопрос решен. То есть учителя математики нашли, хорошую из высшей школы. Думаю, что дети получат те объемы математики, которые нужны. Новый учитель уже приступила к проведению занятий. Благодаря тому, что педагога с большим опытом работы. Ребята быстро наверстают программу. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает постоянную помощь семьям мобилизованных. Координатор фонда Анна Морозова провела личную встречу с женой бойца, погибшего, во время проведения специальной военной операции. Женщине была оказана моральная и юридическая поддержка. Анна Морозова не только координатор госфонда «Защитники Отечества», но и основатель клуба «Жен мобилизованных» «Защита тыла», который она основала после того, как ее супруг отправился в зону специальной военной операции. В стенах клуба Анна познакомилась с Ириной, в семье которой она оказывает поддержку. Почему? Занимаюсь, потому что хочу помочь. Просто хочу помочь. Вот насколько это в моих силах. Госфонд «Защитники Отечества» имеет реестр данных, в который внесены ветераны СВО и близкие погибших. Каждому члену семьи оказывается адресная помощь. Предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решение вопросов лечения и реабилитации, помощь в трудоустройстве. Ирина обратилась за юридической помощью. И вместе с Анной они встретились в БТИ, где заверяли документы. «Сопровождение – это вот такие вот варианты, когда нужно куда-то пойти, что-то подать, помочь. Есть, наверное, люди, которым нужна просто психологическая поддержка, где-то что-то рядом нахождение». Представители фонда «Защитники Отечества» находятся рядом с семьей, когда необходимо оформить ряд документов в случае извещения о гибели участника СВО. «Сбор документов осуществлять, какие действия делать, собственно, для этого у них есть я. То есть объясняя им, куда, зачем, почему, в какой последовательности, что подаем и какие действия делаем». В Ленинском городском округе порядка 270 семей, где сыновья, отцы или мужья отправились в зону проведения СВО. «Если мы будем брать вообще по району количество народа, то это очень много. А те, кто обращаются, стараюсь никому не отказывать». Фонд «Защитники Отечества» продолжает свою работу и готов помочь всем необходимым. Инга Янчук, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие выходные. В субботу 9 декабря на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки пройдут соревнования по мотокроссу. Начало мероприятия в 12.00. Заезды приурочены к закрытию спортивного сезона. В Доме культуры «Буревестник» села Молокова в 12.00 состоится зимний пиратский квест для детей. Участие бесплатное. Необходима предварительная запись. Также в субботу в 14.30 в библиотеке поселка Володарского пройдет мастер-класс по мыловарению. Дрительность занятия – полтора часа. Стоимость – 900 рублей. А вот в библиотеке села Молокова можно сделать свое уникальное новогоднее украшение. Творческий мастер-класс «Звездный декор» состоится в 15.00. Стоимость – 300 рублей. 10 декабря – воскресенье. Во Дворце спорта «Видное» семейные соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья». Приходите поболеть за своих близких. Начало в 9.00. А во Дворце культуры «Видное» 10 декабря выступление артистов цирка «Звезды манежа» с новой программой. Начало в 12.00. Билеты от 500 рублей. Желаем вам хороших и приятных выходных.